Доброе утро, уважаемые коллеги. Я сегодня буду говорить о переводе изучения IT-дисциплин на виртуальные машины. Для чего это нужно? Переход к виртуальной IT-инфраструктуре решает некоторые проблемы классической инфраструктуры, которые вы видите на слайде. Но для того, чтобы эти проблемы действительно решались, наши виртуальные машины должны быть маленькими, их должно быть много, гораздо больше, чем студентов, и у них должен быть короткий жизненный цикл. То есть это не постоянный объект инфраструктуры, как обычные персональные компьютеры. Где же размещать такие виртуальные машины? У провайдера в облаке это, во-первых, дорого, машин много, во-вторых, подходящих тарифов для вот такого стиля обучения они не предлагают. Собственный СОД делать дорого и трудоемко, как мы все понимаем. Можно организовать распределенное облако, когда мы раздаем виртуальные машины на личные компьютеры обучающихся, и они подключаются к нашему VPN и работают. Вот этот вариант был рассмотрен на предыдущей конференции, я делал доклад вместе со Светланой Жданович. Сегодня я буду говорить о том, как развернуть виртуальные машины на обычных компьютерах в учебной аудитории. Мы в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете на факультете математики, информатики и физики взяли две аудитории. Там 12 компьютеров с весьма-весьма скромными характеристиками, вы их видите. Очень старенькими, эксплуатируются больше 10 лет. И это хорошо, потому что это типовая конфигурация, которая есть во многих образовательных учреждениях. Мы убрали Windows, поставили Debian 11, KVM и LibWire библиотеку. И у нас получилось, что хост-система занимает 36 гигабайт, запускаем мы ее без менеджера дисплеев, она в памяти совсем чуть-чуть занимает, а все остальные ресурсы занимает виртуальная машина, она работает одна в каждый момент времени. Мы ей даем 3 гигабайта, меньше жалко, больше не получается. Виртуальные образы очень маленькие, от 10 до 35 гигабайт. Меньше это для Linux, больше это для Windows, 7 или 10. И таким образом на каждом компьютере у нас может размещаться на практике до 9 виртуальных машин, по одной для каждого студента, для каждой темы, дисциплины и так далее. Как студенты с ними работают? Можно работать локально, запустив Virtueer, есть утилита, в Kiosk Mode, это единственное графическое приложение, тогда у нас запускается. Можно работать из другого компьютера в локальной сети, по Spice протоколу, но можно работать и из сети интернет через веб-браузер, потому что мы используем VNC, для того, чтобы сделать доступные виртуальные машины в интернете. Причем каждая виртуальная машина имеет отдельный URL, а следовательно это отдельный объект доступа. Мы можем гранулировать доступ пользователям вплоть до одной разъединой виртуальной машины. И из этого следует, что само дистанционное обучение информационным технологиям, это в общем-то то же самое, что очное обучение. Только для коммуникации мы добавляем видеоконференц-систему какую-нибудь. Остальное ничего не меняется. Как развернуть виртуальную инфраструктуру на локальные компьютеры? Во-первых, мы создаем библиотеку шаблонов виртуальных машин для каждых предметов, для каждых тем и так далее. Эти шаблоны мы тиражируем, причем одновременно на любое количество гипервизоров в локальной сети, потому что мы используем широковещательные пакеты. Есть замечательный Linux-пакет UDP-Cast, в него входят утилиты UDP-Sender и UDP-Resiver. Образы маленькие, поэтому очень важно, что время раздачи образов на любое количество гипервизоров не превышает времени перемены между занятиями, если, конечно, у нас гигабитная сеть. Правда, нам необходимы VLAN, иначе вся сеть это почувствует, когда мы в перемену начнем что-то копировать широковещательный. Дальше мы скопировали шаблоны, на локальном гипервизоре мы создаем необходимые виртуальные машины для студентов, для конкретных тем, они их могут ломать, портить, что угодно на них ставить, они там администраторы. Студенты запускают нужные им виртуальные машины, вот четыре команды на слайде представлены, запустить виртуальную машину, остановить, посмотреть их список, какие есть, и подключиться к консоли этой машины. В процессе доработки у нас управляющий узел, это отдельная виртуальная машина, для которой мы написали скрипты, которые делают все это массовое распространение и конфигурацию образов на всех гипервизорах. Интересная функция вот какая. Если у нас есть доступ через интернет к виртуальным машинам, значит можно разрешать студентам пользоваться ими самостоятельно, то есть проводить самостоятельную работу. Как узнать, чем занимался студент? Вот каждые 10 секунд гипервизор, то есть не виртуальная машина, а именно гипервизор, делает скриншот рабочей машины, складывает на сервер, дальше управляющий узел каждые 30 минут из этого монтирует ролик и выкладывает на сайт, который доступен преподавателям. В свободное время преподаватель заходит, и два академических часа на одного студента он просматривает за 9 минут, это три ролика по 3 минуты. Довольно удобно. Она у нас пока в тестовом режиме, там есть еще некоторые правовые моменты, которые надо учитывать, и мы их учтем. Опыт эксплуатации такой системы в педагогическом университете в Волгоградском, это три семестра. Вот те предметы, которые мы пробовали изучать, с моей точки зрения довольно успешно, используются виртуальные машины как Windows, так и Linux. В чем еще преимущество этой системы в том, что у нас используются разные виртуальные машины, и некоторые предметы мы можем вынести на Linux, проводить их на SPO, и только некоторые предметы оставить на Windows. То есть Linux можно внедрять по частям. Трофейные тоже на виртуалке стоят, разумеется. Вот только с компьютерной графикой у нас есть некоторые исключения, потому что там работа идет с поддержкой 3D-ускорения в конфигурации виртуальной машины. Удаленный доступ к ней невозможен, и скриншоты тоже почему-то не делаются. К чему это все ведет? Есть такое понятие, как академическая мобильность. Оно у нас не очень-то взлетело в России, но виртуальная академическая мобильность имеет некоторые шансы. В чем ее суть? Мы с Донецким национальным техническим университетом проделали такую работу. Мы им дали доступ к нашей виртуальной IT-инфраструктуре, а их студенты и их преподаватель, это доцент Мария Павловна Руденко, вместе собирались, и она проводила занятия. Студенты были из Донецка, из Горловки, из Янакиева, там Ясиноваты и так далее. Сама преподавательница из Донецка, а инфраструктура использовалась Волгоградская. Это происходило в течение марта-апреля этого года. Мы попутно изучали технические, организационные, методические аспекты функционирования такой виртуальной IT-инфраструктуры, там есть что изучать. Куда еще может нас привести эта технология? Я напомню, в 80-е годы прошлого века была такая хорошая аббревиатура QVT, это комплекс учебной вычислительной техники. Мы предлагаем разработать нечто вроде QVM, это комплекс учебных виртуальных машин. В чем заключается суть? У нас есть или будет дистрибутив для развертывания гипервизора на персональный компьютер, то есть все самое необходимое. Дальше. У нас есть управляющий узел, на котором находятся те или иные скрипты, средства веб-доступа и так далее, для управления конфигурациями на персональных гипервизорах. Дальше. А вот академическое сообщество разрабатывает лабораторные практикумы и вместе с ними разрабатывает шаблоны виртуальных машин, в которых эта практика может проводиться. в которой эти лабораторные могут выполняться. Из этого возникает перспектива создания репозиторий таких шаблонов виртуальных машин. И тогда получается, что мы не просто дистрибутив упаковываем программами, которые могут использоваться в образовании. Мы делаем специальную IT-среду для изучения тех или иных тем, дисциплин, предметов и так далее. Вот в чем состоит наша затея. И здесь мы надеемся на сотрудничество как с вендорами, так и с коллегами-преподавателями. Вот вкратце то, о чем я хотел рассказать. Спасибо за внимание. Вот наши контакты. Будем рады сотрудничеству. А я сразу спрошу. Знаете, вообще-то похожая задача решается, например, с помощью таких вещей, как Digital Rebar. То есть, допустим, у вас тонкие клиенты, вообще диска нет, они вообще могут быть бездисковые или дисковые, и они грузятся по сети. Каждый раз вы указываете удаленно, к какому клиенту куда грузиться. Ну, это обычно для дата-центров поменяется, чтобы просто сервер мобильный... То есть, не виртуалка, а конкретно загружается в конкретный образ... Здесь дисковые станции, шаблоны заранее копируются, потому что, например, при изучении компьютерных сетей человек может превратить систему в кирпич, он ее может сломать. Тогда мы восстанавливаем... Он кирпич никогда не сделает. Как он может сделать кирпич? То есть, она загрузится по-любому. То есть, она каждый раз грузится по XP. Он... То есть, ее выключат, включат, если он что-то использует... Затея в том, что ему надо дать возможность сломать компьютер, сломать виртуальную машину, сделать ошибку. Например, неудачно восстановиться из точки восстановления. То есть, ваша идея, что он может быстро откатываться, не перегружая компьютер? Мы меняем машину, мы не чиним ее. Виртуальная машина – это временный объект инфраструктуры. Ладно, просто идея в том, чтобы не виртуальные машины, а просто образы системы могут грузиться на сеть. Такая штука есть. Это еще один подход, да, он вполне... Ну, вот я тоже, Стас, поддержу. Бездисковая система в этом смысле быстрее справится. Но у меня другой вопрос. Мне понравилась инфраструктура. Для другого применения, я его вижу, по крайней мере, которое прямо вот сейчас востребовано очень сильно, это экзамены. Вот сейчас, когда идут ОГЭ и ЕГЭ, там приходится распределять админам инструкции и образы систем, которые они будут установлены, они очень мучаются. Вот если бы им сразу выдавали просто тупую настроенную виртуальную машину, которую они спустили. Поэтому у меня такой вопрос. У вас там есть настраивание, там, пробрасывание портов, чтобы можно было, ну, USB портов, чтобы можно было, root токены всякие? Да, конечно, протокол спайсен все делает. То есть такое, в принципе, возможно? В принципе, возможно, да. И я предлагал кое-кому в образовательных учреждениях этим заняться, но, наверное, я не умею объяснять тонкости этой технологии, потому что… Хорошо, спасибо. Не удалось. Здравствуйте, спасибо за доклад. А вот вы сказали про удаленный доступ к виртуальным машинам из Донецка до Волгограда. А вы VNC используете для него? No, VNC выводит нашу виртуальную машину в сеть через WebSockets. Я понял. И она доступна из браузера, вот удаленно. А не сравнивали, например, с X-PRO? Потому что VNC, ну, VNC может нормально работать, но VNC в целом по глобальной сети обычно не очень работает. Не сравнивал. После вашего вопроса сравню. No, VNC, в принципе, не подводил. А вы в No, VNC используете встроенные какое-то средство управления виртуализацией? Или вы сами запускаете? No, VNC как проект отдельный. А, ну, то есть вы сами написали скрипты? Да, там есть маленькое добавление в исходный код для того, чтобы ссылки там корректно подставлялись, относительные. Но это уже детали. А, понятно. А в целом нормально работает удаленно? No, VNC жалоб не было. Единственное, конечно, инженерную графику трудно изучать, потому что они изучали либо РКат, а не инженеры. Там, конечно, все сложнее. Ну, просто я, например, с трудом представляю, как можно через No, VNC удобно работать либо РКат. Тогда что-то передача часто едет. Это было лучше, чем ничего, потому что дистанционное обучение. Донецкий политех находится на дистанционном обучении с февраля 22-го года. И это лучше, чем ничего, то, что мы им предложили. Потому что это заочное обучение, как мы понимаем. Да, пришлите скриншоты там и так далее. Здесь был диалог и вживую все происходило. Понятно, спасибо. Спасибо. У меня будет доклад очень похожий, мы используем одинаковые технологии. Я хотел сказать, что по No, VNC задержек нету, потому что протокол VNC работает в пределах локальной сети. А клиент, по сути, он получает изображение через броузер. То есть VNC остается в локальной сети. Нет, latency все равно больше, чем X-PRA. X-PRA тоже, в общем, latency не алло. То есть на самом деле тут вопрос, скорее почему бы там RDP не использовали клиенты. Спасибо. В принципе, все равно RDP это или VNC и так далее. Я правильно понял, что вы фактически делаете коллекцию виртуальных машин, которые потом люди используют все-таки локально в основном? Или это все-таки облако? Ну вот у нас попытка есть создавать виртуальные машины для каждого студента, ну или для каждого ученика, доступные через веб. Плюс мы сделали интеграцию Гокуамол с нашей платформой. И там, скажем, я веду занятия, у меня три студента работают на одном компьютере совместно. Я к ним подключаюсь, показываю, что они не так делают. Да, понятно. Вот если мы раздаем студентам виртуальные машины, об этом я рассказывал на прошлой конференции, там тоже интересная затея. Здесь мы сделали такое вот сиротское облако из тех машин, которые у нас были в аудитории. Но это работает. Вот, работает 100%, тем более серверов не наберешься. Это на нас тут валилось, там 60 серверов. Так мы теперь понимаем, что мы можем там запустить что угодно. Спасибо. Спасибо вам. Здравствуйте. Спасибо. Доклад только Хвостик успел услышать. А что хотел сказать по поводу латентности. Коллеги, ВНС все-таки, если посравнивать, по-моему, даже ВРДП проработали немножечко вопросы получше. Передачи только измененных кусочков. А если работаете с текстом, попробуйте все-таки приучить ребят к СССР, что это будет небо и земля. То есть, если у вас текст, то текст в локальной консоли хотя бы будет копироваться, прокручиваться и т.д. Здесь речь идет о том, что студент видит виртуальную машину от момента начала загрузки до окончания ее работы. Гипервизор выводит. Давайте в кулуарах продолжим. У нас время уже вышло на доклад. Спасибо большое за доклад. Спасибо. Спасибо. Спасибо.